Все, великая теорема Ферма, с места в карьер сразу. Я думал, введение тут сделать, тра-ля-ля, бла-бла. Все, введение сожрано, не будет никого введения. Короче, вот она. Вот чем мы будем сегодня заниматься. И послезавтра тоже будем заниматься. Надеюсь, что такая ситуация, как это, в квадрате, такое событие невозможно в принципе, поэтому послезавтра мы начнем в нормальное время. И у нас будет его большее. Сколько вообще нас? У нас нормально, да, так, смотрю, полный экран, типа 25 человек, да? То есть так вполне прилично. Так, да, ну тут правильно, кстати, сообщение про то, что они не очень независимые, они связаны со снегопадом все. Но метро не связано со снегопадом. Так, ну что, смотрите, великая теорема. Нам нужно это уравнение решать в целых числах. И утверждение состоит в том, что решений в ненулевых целых числах нет. Так, неразрешимо в z минус 0. Вот, в чем она и заключается. Так, ну сейчас мы будем делать странные действия с ней, странные манипуляции, я бы сказал, довольно волшебные манипуляции. Вот. А именно, мы сейчас заменим его на некоторое другое уравнение, очень похожее на это, но другое, которое будет более общим, в двух направлениях более общим. А именно, во-первых, z, целые числа, заменяются на некоторое подмножество комплексных чисел, про которые я, естественно, расскажу подробнее. То есть берется некоторое подмножество, уже, ну, как бы включающее z, да? Вот, z в него включается, оно само лежит внутри комплекса чисел. И уравнение решается именно в нем. Так, это первое. Второе, уравнение заменяется на немножко другое. Оно заменяется на x в кубе плюс y в кубе равно некое u умножить на z в кубе. Тут прозорвливые люди могут увидеть уже что-то неприличное, написанное на доске. Сейчас я свитер одену, похоже, все-таки я его зря сделал. Вот, но это латинские буквы, так что, как бы это сказать, ничего неприличного, ничего личного, ничего неприличного. А u это тоже какая-то переменная, которую будем искать? Вот нет, на самом деле u, ну, в общем, нет, в каком-то смысле она переменная, но у нее очень мало значений может быть. Да, ты прав. На самом деле мы заменяем вот это уравнение на уравнение с четырьмя неизвестными, но вот это неизвестное принимает всего шесть значений. Ну и, наверное, пора уже открыть секрет, что это за u и что это за z от омега. Вот. Нормально меня слышно? Я на свитер повесил. Да, вас слышно. Нормально. Вот. Значит, и так. Да, и дальше мы докажем, что у более общего уравнения, потому что u будет, в частности, обычную единицу, тоже включать, у более общего уравнения не существует ни одного, ни нулевого решения в z от омега. Ну и из этого, понятно, следует, что у более частного уравнения тоже нет ни одного решения, тем более в z. Минус 0, раз уж даже в z от омега нет. Вот. Соответственно, вот такой будет путь. А этот путь будет долгим, красивым и очень, так сказать, очень, в общем, я надеюсь, что он сильно поднимет интеллектуальный уровень всех участников, включая меня. Итак, здесь все видно, да? Все доски видны, да, в принципе? Вот, значит, смотрите. Комплексные числа лежат на плоскости. Вот. И я, значит, сейчас нарисую, где... Ну вот у меня мнимая ось есть, есть, значит, вещественная ось. Есть единица обычная, единица минус, минус единица, двойка, тройка. Ну вот это вот так расположенные целые числа. Внутри прямое, она, соответственно, внутри плоскости, которая С. С это у нас вот это все. Вот это все С. Вот. Теперь смотрите. Когда мы рассматриваем так называемые гауссовые числа, которые, наверное, многие из вас знают, что такое, мы вводим по вертикальной оси мнимую единичку, называем ее И, и тоже эту сетку вверх-вниз так масштабируем, тиражируем, получаем то, что называется З от И или кольцо, а это я потом тоже поясню, кольцо гауссовых чисел. Но сейчас мы будем делать другое. Мы И включать не будем категорически. Вместо этого мы включим на единичной окружности еще четыре точки. Мы разобьем единичную окружность на шесть равных частей по 60 градусов, соответственно, сектора. Вот это будет называться омега. И это, соответственно, один плюс омега, оно же омега квадрат со знаком минус. Вот. Потому что если это омега, то, наверное, вы все понимаете, что это омега квадрат, да? Помните, как в комплексных числах происходит операция, да, умножение. Если мы взяли два комплекса числа по модулю, равные единице, и перемножили, то это ровно то же самое, что сложить их углы. Поэтому квадрат числа омега это омега квадрат, если это 120 градусов, 240, а куб числа омега, соответственно, равен единице. Это корень кубический из единицы. Можно ли приблизить доску, спрашивают слушатели? Можно, да? Вот. Давайте приблизим чуть-чуть сейчас. Вот. Значит, итак, это корень кубический из единицы, который, ну, как бы не единица, а тот, который, наоборот, все корни порождает. Один омега омега квадрат. Вот это вот множество всех корней кубических из единицы. Равно корень кубический из единицы. В комплексном смысле слова это множество, а не одно число, состоящее из трех этих элементов. Ну, а вообще все, вот целиком, все вот эти шесть, вот эти вот один, минус омега квадрат, он же один плюс омега, омега минус один, омега квадрат и минус омега, это есть множество корней шестой степени из единицы. Их шесть. Как обычно в комплексном случае, корней всегда ровно столько, сколько нужно. Ну, кроме случая, когда мы из нуля, да, извлекаем корень. Так, пока все понятно? Напишите плюсики, кому в принципе понятно, что мы сейчас делаем. Ну, непонятно зачем, но понятно что. Ага, прекрасно. Так, а теперь смотрите, что мы делаем. Теперь мы рисуем решеточку такую, решетку, вот ромбическую решетку. В нее войдут все точки, которые можно получить, складывая единицу и омега между собой. Складывая, просто вот так вот, беря многократные суммы в любых целочисленных комбинациях. То есть я много раз сложил единицу, получил какое-то целое число, потом много раз сложил омегу, получил какое-то целое кратное омеги. Ну и, соответственно, я рассматриваю множество всех вот таких вот выражений, где m и n – обыкновенные целые числа. Очевидно, что это некоторое подможество комплексной плоскости. И более того, довольно понятно, как оно выглядит. Это треугольная решетка, в частности, например, смотрите, i корней из трех. Это комплексное число, которое, однако, представляется в таком виде. Оно равно 1 плюс 2 омега. 1 плюс 2 омега, соответственно, имеет ровно такой вид. То есть оно вот в этой новой системе чисел, мы его будем называть целым. Ну, я как бы… Слово «целое» сейчас вместо обычных чисел целых у нас будут такие вот целые новые числа, целые числа Эйзенштейна называются. Это кольцо, почему кольцо, сейчас поговорим, чисел Эйзенштейна. И больше половины наших двух лекций на самом деле будут посвящены просто исследованию этого кольца и его свойств. Вот. Значит, теперь что такое кольцо? Что такое кольцо? Кольцо наряду с группой, модулем, полем, телом. Ну, на самом деле, кольцо, группа и поле – три самых главных слова в современной математике. Есть еще десяток или сотня слов, которые тоже довольно важны, но я думаю, что вот группа, кольцо, поле – это самые важные слова. Итак, что вообще происходит у нас? Нам нужно абстрагироваться от некоторых свойств целых чисел обычных и посмотреть, нет ли еще каких-нибудь систем чисел, в которых обычные свойства целых чисел, ну, не все свойства, например, больше-меньше не обязательно, а вот арифметические свойства целых чисел будут выполняться. О каких свойствах я говорю? Я говорю о свойствах целых чисел, связанных с возможностью выполнять сложение и умножение, а также с наличием операции, обратной к операции сложения, то есть с наличием вычитания. То есть целые числа характеризуются чем? Что любые два целых числа можно сложить, существует а плюс b, и оно равно b плюс а. Мы не будем разбираться с некоммутативными системами чисел, у нас все будет коммутативно, а все фактически у нас, мы на самом деле будем заниматься вот этим, но прежде, чтобы понять, что какова наша мысль, каков наш образ мысли при доказательстве этой теоремы, мы должны понять, от каких свойств самих целых чисел мы при этом начинаем абстрагироваться, чтобы построить новые системы с теми же свойствами. А именно, существует операция плюс, и она задана на любой паре чисел. Любая пара целых чисел может быть сложена между собой и дать еще одно целое число какое-то. Она коммутативна, она ассоциативна. Существует ноль, то есть такой, что его чем ни складывай, будет результат не меняться. И для любого а существует минус а, такой, что, соответственно, их сумма равна нулю. То есть по сложению существует нейтрализатор у каждого элемента. Если мы берем три, то, чтобы получить ноль, надо прибавить минус три. А если мы берем минус семь, то, чтобы получить ноль, нужно прибавить семь. У каждого числа есть его антипод. Целый чисел разбивается на фары антиподов. Есть ноль, который антипод сам себе. И это число, с кем ни складывай, получается то число, с кем ты пытался его складывать. И для каждого числа существует его антипод. Вот этот вот набор свойств, это именно то, от чего мы пока первым делом абстрагируемся, чтобы назвать это все коммутативной группой по сложению. Коммутативная группа по сложению. Ну и вычитание, это просто прибавление антипода. Вот. Так и напишу. По определению, А минус Б равно А плюс антипод Б. Ну и дальше, на самом деле, вы можете вывести из этого там разные свойства, типа минус, минус А равно А. Разные простые свойства операции сложения, которые как бы вроде всем и так очевидны, но их реально выводят из этих аксиом. Вот. Если бы я вот эту аксиому убрал, то у меня осталось бы три аксиомы, которые задают просто свойство быть группой, не обязательно коммутативной. Тут еще нужно будет тогда немножко написать. То есть если бы это была не коммутативная операция, то нужно было требовать, чтобы ноль с обоих сторон нейтрализовал, чтобы существовал антипод тоже как бы с обоих сторон применяемый. Но там тоже есть свои способы сократить полученный список аксиомы, потом из него вывести, что и более точный список работает. Ну, в общем, так или иначе, вот это я предлагаю. Вот это вот легче всего запомнить. Вот такие четыре аксиомы задают коммутативную группу. Ну и, собственно, первое, что мы хотим от всех систем чисел, с которыми мы работаем, чтобы они образовывали коммутативные группы. Ну как бы без этого мы пока работать не умеем, не хотим и т.д. Но явно это еще не все, да? Еще есть операция умножения, которая для целых чисел определяется через сложение, точнее, для натуральных, уже для целых она как-то додумывается. Для натуральных чисел она определяется через сложение, как многократное повторение сложения. Но на самом деле совершенно не обязательно именно так ее определять. Можно просто посмотреть, какие свойства у умножения, да? И их как бы абстрагировать тоже для изучения в том случае, если в какой-то системе умножение вовсе не будет многократным сложением. Итак, как ведет себя операция умножить? Существует операция умножить. Значит, как она себя ведет? Ну, прежде всего, АВ равно БА, АВ на С равно А на БС. То есть, пока я все повторяю, я ничего нового не прибавляю. Это те же требования, что и здесь. Существует некий 1, такой, что 1 на А равно А. А вот этой аксиомы мы не вводим. Мы не требуем, чтобы для любого элемента существовал его антипод по умножению, или что по-другому это было бы обратный к нему, да? То есть, противоположным элементом или антиподом мы будем называть то, что по сложению противоположно. А по умножению мы будем называть обратным, но его существование мы не требуем. Более того, давайте здесь напишем, что только для 1 и минус 1, только пара 1 и минус 1, да, вот эта вот пара, да, только 1 и минус 1 обратимы, то есть, допускают обратный. Для единицы обратным является она сама, для минус единицы обратным является минус единица, то есть, тоже она сама. Другие целые числа, естественно, но необратимы, что совершенно очевидно. Вот. Значит, теперь смотрим дальше. Дальше. Это не все, что мы требуем от операции умножить. Есть еще одна аксиома, одна малюсенькая аксиома, которую я забыл, ну, намеренно, конечно, забыл. Напишите ее здесь, пожалуйста. Так, написали? Отлично, Иван и Василий, да? Саша, 0 на А равно нулю. Это упражнение тебе и всем остальным. Оно выводится из того, что А плюс Б на С равно АС плюс БС. Итак, действительно, нам не хватает связи между двумя операциями. И без связи между ними ничего интересного не выйдет. Это просто какие-то две абстрактные операции. Одна из них, там, группа по сложению получается, относительно другой, там, может, группа по умножению, или даже не группа, если не требовать обратимого. И ясно, что нам нужна именно какая-то связь. И эта связь называется дистрибутивность, и она требуется обязательно. Требуется всегда. Вообще, когда говорится слово кольцо, о, да, и, собственно, и вот теперь, теперь мы называем это все словами коммутативное кольцо с единицей. Z коммутативное кольцо с единицей. Вот. Итак, целые числа это не что бы вы думали, да? Знакомый вам с детства объект, да? Это, на самом деле, пример коммутативного кольца с единицей. Так, маленькое замечание в сторону. Я не думаю, что оно понадобится вот в этом мини-курсе, но просто, чтобы вы знали. Если вот здесь потребовать еще и вот эту аксиому относительно умножения, то, строго говоря, ничего не выйдет, потому что ноль обратить не получится. Можете доказать. Вот это в качестве упражнения даю. Упражнения. Вот. Упражнения, которые можно будет потом, может быть, записать, да, выхватить из видоса и переписать, как задача. Значит, упражнения. Доказать, что, как пишет Саша, Саша мальчик или девочка, интересно? Ну, неважно. Как пишет Саша, ноль на а всегда равно нулю. И поэтому существование обратного к нулю исключается в силу вывода из дистрибутивности. К нулю не может быть обратного. А свойствами сложения можно пользоваться, да? Что? Свойствами сложения можно пользоваться, соответственно. Конечно, конечно, конечно. Можно всеми, которые я выписал. И нужно доказать, что ноль умножить на любое число равно нулю. Вот. Ну, это совсем не сложно. Это просто, чтобы пощупать, да? Пощупать абстрактную алгебру. Незнакомые целые числа. А абстрактную алгебру, чтобы потом вот здесь как бы так же чувствовать, что все хорошо, когда мы будем писать какие-то выкладки большие. Вот. Итак, невозможно здесь потребовать обратимость любого элемента. Иначе будет только можно доказать, что тогда просто все элементы равны нулю. Ну, как бы в этом случае кольцо сведется к одному числу ноли, и такие кольца на самом деле кольцами не называются. То есть мы... Ну, нет, нулевое кольцо существует. Да. Но вот если мы накладываем вот такое ограничение, то всегда говорится так. Пусть есть некоторое множество f, у него есть операции плюс и умножить. Относительно плюса это коммутативная значит, группа значит, по сложению, да? А теперь делается так. Значит, f коммутативная или абелевая еще? Абелева группа это синоним слова коммутативная. Потому что Абель любил такие группы. Ну, или придумал их. Ну, или просто в качестве Дани величайшему математику, который объяснил, почему неразрешимо уравнение там. Вообще говоря, нельзя выписать формулу для решения уравнения пятой и высшей степеней. А Галуа потом уже разнес это в пух и прах, объяснив, какие и в каких случаях уравнения разрешимые. И сейчас величайшая награда в области математики взрослой взрослым ученым после 40 и до, ну, как бы без ограничения возраста является премия Абеля. Так вот, Абелева группа это вот значит, то же самое, что коммутативная группа. Значит, итак, если f если f Абелева группа по сложению, дальше мы выкидываем ноль, ничтоже сумняша, если мы выкидываем ноль и говорим, что f за вычетом нуля Абелева группа по умножению, то есть мы если вот сюда эту аксиому добавим, но уже для множества всех кроме нуля и напишем значит a плюс b на c равно a c плюс b c, то вот эта система требований называет, да, тут вот я напишу Абелева группа не пустая, не пустая, то есть здесь как бы вот это уже означает, что в самом нашем f минимум два элемента, да, потому что у нас был ноль, ноль мы выкинули, и то, что осталось, должно быть не пустым, значит, соответственно, минимум два элемента. Так вот это называется поле. Это очень важное слово, которое, впрочем, сегодня и послезавтра использоваться особенно не будет. Ну, с другой стороны, почему бы не использовать его комплексные числа, это поле, у нас какие-то факторы множества будут возникать, они тоже будут полями конечными. Знаете, пусть, да, пусть вы будете это знать. Итак, чтобы сказать, что что-то является полем, мы дописываем максимум обратимости и получаем. Ну, вот, например, если взять не целые числа, а все, а, википедии, понял, ага, если взять не целые числа, а все дроби, или, как скажет математик, все рациональные числа, да, то тогда мы получим поле, вот, поле рациональных чисел. Поле образует вещественные числа, поле образует комплексные числа, поле образует остатки по модулю отделения на простое число. Это уже не так просто доказать, это связано с основной теорией арифметики, которой мы, конечно, сегодня и в среду тоже будем как-то пользоваться. Но вообще полей много разных, конечных полей много. Между комплексными и вещественными как бы полей нет, то есть если поле включается в вещественные и включает в себя, ой, включается в комплексные и включает в себя вещественные, то можно доказать, что оно, собственно, совпадает с одним из двух. А вот если мы возьмем условие, что поле включается в комплексные, но при этом включает в себя там, ну, лишь единицу и ноль, то тогда строго вывести, можно будет, и это тоже упражнение вам, что оно включает рациональные числа, то есть все дроби. Но ничего более сказать нельзя. Например, про корень из двух хочет, включает, хочет, не включает. С полей много разных уже. И колец тоже много разных интересных. Колец внутри поля комплексных чисел. И, собственно, одним из таких колец мы собираемся сейчас заниматься. Итак, давайте структурируем то, что мы теперь узнали. Второе. Есть архетип или лейтмотив, который повторяется в математике много-много раз. Он состоит в том, что некоторая система чисел имеет операцию, и относительно этой операции удовлетворяется вот этот набор аксиом. В этом случае мы говорим, что система чисел образует абелевую группу или коммутативную группу. По сложению, если эту операцию назвать плюс. В принципе, чем называй, горшком, не знаю. Да, это не важно. Но если у нас две операции, обычно одна из них плюс, другая умножить. Так вот, относительно плюс эта группа. Теперь дальше. Если есть еще одна операция, и есть именно вот так устроенная дистрибутивность, то есть есть некоторая операция, новая, дополнительная, и дистрибутивность именно так. Не а плюс bc равно а плюс b умножить на а плюс c, а именно а плюс b умножить на c равно а c плюс bc. То есть раскрытие скобок именно относительно умножения производится от неотносительно сложения. Этим и выделяется у нас, что плюс, он как бы сильно отличается от умножения. И тогда мы говорим уже про кольцо. На самом деле достаточно просто, что есть еще одна операция, и выполнена дистрибутивность. Вот этого уже достаточно. Бывают кольца, в которых ни одно из этих условий не выполняется. И все-таки они называются кольцами. Там ливы кольца какие-то, там жордановые, бог знает какие, очень много всего. Но мы будем иметь дело только с конкретным видом колец, для которых операция умножения почти все вот эти аксиомы тоже уважает, кроме обратимости. То есть все то же самое, кроме того, что обратимости не обязательно есть. Есть, соответственно, вот это, это и это. Это называется коммутативное кольцо с единицей. И z типичный пример, целый чисто типичный пример. А в поле, соответственно, есть еще и обратимость любого элемента. Теперь внимание. Теперь важно. Всем внимание, все сюда, все на экран. Все на экран. Почему так интересны и важны кольца? Поля по некоторым другим причинам важны и интересны. Почему именно кольца? Потому что из-за того, что не любой элемент обратим, возникает нетривиальная теория делимости. Что значит нетривиальная? Это значит, я даю такое определение. Определение в любом коммутативном кольце. В любом коммутативном кольце. Определение в любом коммутативном кольце. Выглядит так. Так, а делится на b в том и только в том случае, завершите, пожалуйста, в чате. Завершите. Кто завершит? Завершите. А делится на b в том и только в том случае, когда существует такое число c, что bc равно a. Молодец, молодец, молодец. Это просто тормозит интернет, да? Я думаю, что ребята все сразу сделали, вот тут уже несколько правильных ответов. Да, 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 да. Ну давайте напишу c, там другие символы у других ребят. Всем, кто написал правильный ответ, спасибо, их было несколько человек как минимум. Когда существует c, такое, что a равно bc. Вот ровно так и никак иначе. Вот, более того, значит, это, даже при том, что это там абстрактная алгебра, все такое, она далеко не всем доступна. Если вы ведете кружок даже там с детьми, которые, ну, не могут прям с лету всякие интегралы считать, все равно, вот минимальные какие-то логические правила, да, можно от них добиться. Можно четко, обязательно, вот, как бы поставить себе цель, что вот это определение вообще самое главное в алгебре, можно сказать, да. В школьной там алгебре, ну, и потом в арифметике, в алгебре, как угодно это называть. Самое главное определение. Мы говорим, что число а делится на b, тогда и только тогда, когда существует c в предомножении на b, дающее а. Все. Теперь смотрите, строго по определению упражнения, да, упражнения. Несколько упражнений. Во-первых, в поле, в поле для любых а, b, таких, что b не равно нулю, а делится на b. Ну, правда, не знаю, что тут определение, что тут упражнение. Ну, хотя, не, ну, давайте строго докажите. Мы пока знаем только существование обратного, да. Я утверждаю, что в поле всегда можно разделить, если вы делите на что-то отличное от нуля. Вот, это первое. То есть, на самом деле, в поле как бы, поэтому в поле появляется вот четвертая операция, да, в кольце как бы три операции, плюс, обратная к ней, минус и умножить. А в поле еще, соответственно, появляется операция разделить, потому что всегда можно разделить в силу вот этого упражнения. Дальше. Еще. В любом кольце, а тут мы возвращаем исходную, исходную общность произвольную, в любом кольце. А делится на 0, тогда и только тогда, завершайте. А делится на 0 в любом кольце, да, конечно, тогда и только тогда, когда а равно 0. Совершенно верно. В частности, в частности, да, 0 делится на 0, что вызывает иногда трудности у детей. 0 делится на 0. Но пытливый семиклассник всегда спрашивает, а чему будет результат равен? Я говорю, строго по определению 0 делится на 0. Существует такой элемент, например, 0 или, может быть, 1 или 2, который при умножении на 0 дает 0. Он говорит, ну хорошо, а как поделить тогда? А никак не поделить. Делится, но поделить нельзя. Вот с этим надо жить. Формально 0 делится на 0, но результата деления нет, потому что он неоднозначный. Собственно, мы говорим, что можно разделить А на Б в случае, когда такой С единственный. А делится на Б, если он существует, а можно разделить А на Б, если он единственный. Ну для всех, кроме 0, это одно и то же в силу аксиомы, всяких вот этих аксиом, которые я ввел. Поэтому специально не надо вводить дополнительное определение, что значит можно разделить. Но на 0, вот 0 это исключение. 0 на 0 делится, но результат неоднозначный. А никакое другое число на 0 не делится в силу предыдущих упражнений. Соответственно, вот у нас делимость. Теперь поехали. Теперь можно интересный вопрос задать. Можно задать следующие вопросы. Например, есть ли какие-то универсальные числа, на которые делится все, что угодно? Есть такие числа или нет? В Z, например, есть такие числа? Напишите. 1 и минус 1. Спасибо. Именно так. Z это 1 и минус 1. Так вот, сразу же переходя сюда. Сейчас мы построим вот это кольцо. Мы его еще не достроили, но уже как бы все поняли, как оно. Ну, я формально дал определение, вот оно. И фактически это все комплексные числа, которые находятся в узлах треугольной решетки. Видите? И не попало. А и корней из трех попало в узел этой треугольной решетки. Ну что, кто дерзнет сказать, на какие элементы делится все, что угодно? Вот в этом кольце. Ну, я еще, правда, не дал задания доказать, что это кольцо. Ну да. Ну хорошо, давайте. Напишите прямо сразу, кто шарит реально. Покажите, кто шарит. Какие элементы. Да-да-да-да-да-да, все правильно, все корни. Вот эти и есть. Вот они. Вот, на самом деле, вот это и есть все обратимые. Обратимые элементы в Z от омега. Это корень шестой степени из единицы. Сирич, состоящий из шести. Вот это вот неправильно. У меня модулей будет очень много в смысле расстояния, поэтому вот так буду обозначать кардиналити, количество элементов. Число элементов множите, буду вот так вот. Вот. То есть, вот они все выписаны здесь. Они все обратимые. Можно это строго доказать. Можете попробовать прям строго доказать, разделив. M плюс N омега, любое число, выписав. Вот как найти для каждого из этих шести такое число вот этой формы, да, чтобы предумножение давало. Ну, вот, например, мы решаем вот такое вот уравнение. Решаем, да, где нам дано вот это, а вот это надо найти. Ну, вот, возьмите и решите для каждого из шести вот этих вот обратимых, как мы утверждаем, элементов. И для каждого, любого вообще другого числа Эйзенштейна найдите такое число. Оно тоже будет зависеть от M и N. Там некие выражения, связанные с M и N, вполне себе целые, целочисленные. Которые при умножении на омега квадрат даст M плюс N омега. Я напоминаю, что омега квадрат это 1 плюс омега со знаком минус. Поэтому, возможно, вам проще будет делить именно на 1 плюс омега. Но это уже как вам захочется. Еще одно упражнение. Оно заключается в том, что вот это вот, собственно, рассмотренное множество треугольных чисел действительно образует кольцо. Упражнение. Z от омега. Кольцо. То есть выполняются все аксиомы. С этим вы долго провозитесь, потому что аксиом много. Но докажете. Каждая из аксиом отдельно очень прямо, легко проверяется. Но в целом их вон сколько, поэтому нужно все проверять. В частности, что дольше всего проверять? Ну, наверное, вот это. Единственное, что можно схитрить. Знаете, как схитрить немножко? Это же подмножство комплексных чисел. А про комплексные вы уже когда-то проверяли, что это даже поле, а не кольцо. Значит, единственное, что нужно доказать про это подмножство, что при сложении двух элементов этого вида получается элемент этого вида. Ну, при вычитании тоже, очевидно. И при умножении друг на друга тоже получается элемент такого же вида. То есть нужно доказать, что... Так, мне пора что-то стереть, к сожалению, да? Или еще здесь можно? m плюс n омега умножить на a плюс b омега. Вот попробуйте вот так вот раскрыть все скобки. Напоминаю, что омега квадрат равно минус 1 минус омега. Это поможет. Там будет некое выражение. Но это выражение будет содержать только целые числа. Вот, только целые. Ну, по-моему, так, m a минус n b плюс омега умножить на m b плюс n a и снова минус n b. Если я не ошибаюсь, вот это вот правило умножения чисел Эйзенштейна, оно немножко отличается от обычных чисел Гаусса, которые повторяют правила комплекта. Вот, значит, соответственно, видно, что при целочисленности m, n, a и b это будет целое и это будет целое. Поэтому получается, значит, что это действительно образует кольцо. Ну и мы начинаем задавать все те вопросы, которые мы любим задавать про кольца. Правда? А именно, какие в нем обратимые? fz это вот эти два. А здесь вот эти шесть. Это вы докажете в упражнении, да? Дальше. Какой еще разумный вопрос про кольца задавать? Ну, про кольца, на самом деле, следующий вопрос. Сейчас это простые. Да, еще до того, как я начал вот этот вот важный разговор про простые, существенный для всего дальнейшего, до того, как я начал разговор про простые, я хочу сказать, что обратимые, на самом деле, это в точности те, на которые делится единица. И это тоже надо доказывать. Это упражнение. Упражнение доказать, что понятие обратимости можно было определить по-другому. Назовем число, ну, элемент кольца, назовем обратимым, если единица делится на этот элемент кольца. Вот. Ну, действительно, в одну сторону очевидно, если на этот элемент кольца делятся все вообще, то и единица тоже делится. Но вам нужно вывести в обратную сторону, что если единица делится на какой-то элемент кольца, то и все числа кольца тоже делятся на этот элемент кольца. Так, теперь дальше еще, знаете, до простых я хочу еще поговорить немножко про делимость Еще, значит, итак мы вводим понятие делимости ровно вот так, только для чисел Эйнштейна Ровно так Все, я пошел стирать что-то Я не хочу стирать это Можно я, так, это тоже нельзя стирать Можно я сотру аксиоматику? Поставьте плюсы те, кому она больше не нужна, кто ее как бы понял Давайте сотрем аксиоматику, потому что это хочется сохранить Вот, итак, мы узнали, что есть всякие там группы кольца и поля И мы имеем дело с некоторым специальным, очень интересным кольцом Которое называется кольцо чисел Эйнштейна И мы продолжаем работать в нем Вот, смотрите Нам много чего, да, нужно Нам нужно очень много узнать про него, чтобы потом наброситься послезавтра на это уравнение И решать его в числах Эйнштейна Так И как следствие доказать Великую теорему Фирма Френа равно 3 в обычных целых числах Итак, значит, смотрите А делится на Б И Б делится на А Вот предположим, что это верно Пусть А и Б Ну, давайте они не нулевые Там про ноль тоже можно понять что-нибудь Но про ноль сразу ясно, что это может быть только если они оба равны нулю Но тогда там ничего интересного не утверждается В общем, да, уберем ноль Вообще, когда мы будем говорить о делимости Давайте договоримся, что мы на самом деле ноль вычеркнули То есть мы один раз поговорили про то, что означает делимость на ноль И забыли про это навсегда Теперь мы пытаемся делить только когда они нули Итак, кто мне напишет, что из этого следует? На самом деле в любом кольце Нет, а равно Б это не обязательно Даже в целых числах Смотрите, 3 делится на минус 3 И минус 3 делится на 3 Значит, надо как-то по-другому Более тонко сказать Более изящно Из этого следует что-то Что-то похожее на Так, модули А и Б равны Следует Но это Как сказать Это слишком мало для нас Это слишком мало для нас Все, вот это правильно А равно БС С точным умножением на обратимое Да Значит, про модули тоже верно А вот что Прям совсем-совсем верно Максимальное, что можно утверждать Чтобы сделать знак сюда Вот я сейчас Все, что вы ответили верно А вот когда я ответил Вот когда я сюда сделал знак То верно следующее Это тогда и только тогда Когда А разделить на Б Обратимо То есть А разделить на Б Принадлежит Корню шестой из единицы Вы спрашиваете Как-то странно Что симметричное условие Влечет несимметричное Конечно, скажу я Потому что можно было бы Написать и наоборот Это тогда и только Когда Б А обратимо А почему? Потому что упражнение Корень шестой из единицы Образует группу По умножению Сейчас я скажу страшное слово Изоморфную З по 6З Изоморфную Остатком Остатком по модулю 6 Отделение на 6 Относительно сложения Но я не хочу сейчас Сильно в эту сторону уходить Есть понятие Как бы одинаковости групп Когда группы Друг от друга не отличаются С точки зрения Выполнимой операции Если правильно Перенумеровать их элементы Вот это как раз тот самый случай Когда группа От 6 вот этих вот Комплексных чисел По умножению Это на самом деле То же самое Что группа остатков Отделения на 6 Если единица Это нулевой остаток 1 плюс омега Это остаток 1 Омега Это остаток 2 Минус единица Это остаток 3 Вот это остаток 4 И это остаток 5 Вот можете проверить Что по сложению Остатки отделения на 6 Это то же самое Что по умножению Вот эти вот 6 чисел Ну и вообще Как бы комплексные числа Задают Очень классный метод Нарисовать Все остатки Прямо вот Когда вы видите Берете Умножаете комплексные числа Раз переметнулись Через круг полный Отчитали правильный угол Вот как раз Остаток и вышел Это очень удобный способ Задавать остатки Если складывать углы Вот И тогда этого Обе стороны верно То есть обратимые Да Значит То есть Если отношение двух чисел Обратимо То отношение В другую сторону Тоже обратимо Да То есть Это все как бы Относительно умножения Это группа И Поэтому получается Что все числа Энзенштейна Да Вот этот Зет от омега За вычетом нуля Распадается Так А насколько я могу задержаться Когда следующая лекция Что дальше происходит Вот за счет этого Ужасного Страшного Значит Невезения С транспортом Сколько у меня Может быть В принципе Времени еще То есть Когда следующее мероприятие Будет у вас Можете кто-нибудь Написать Когда следующее мероприятие Мне бы хотелось Немножко задержаться У вас 12.30 А вы планировали Пообедать Или вы можете Пообедать Прямо смотря меня Я понял Если вы Да Не будете возражать И пообедаете Прямо сидя перед экранами Я все равно Этого не увижу И я поэтому Тоже не буду возражать Я бы и так не возражал Если бы вы даже Обедали Вот тут В этом зале Да Вот Отлично Тогда давайте Я немножко задержусь Я не буду задержаться Прямо до самого 12.30 Но 15 минуток Я откушу И тогда как раз У нас будет На самом деле В целом Мы войдем В мой план И успеем все В среду добиться Скорее всего Нормально Вот Итак Смотрите З от омега За вычетом нуля Распадаются В орбиты Такие Орбиты Класса эквивалентности Ну В алгебре В алгебре будет сказано В месте И делимости Распадаются в орбиты Одинаковых Относительно Делимости Иными словами Если есть Две Орбиты Две орбиты Ну давайте Назовем О1 Нет О это 0 А Т1 И Т2 То Для любых А из Т1 И B из Т2 А Делится на B Да Ну как бы Сейчас Как это сформулирую Сейчас скажу Значит Давайте так Для любой Для любой пары А1 и А2 Из орбиты Т1 И так же пары В1 и В2 Из орбиты Т2 А1 делится на В1 Тогда и только тогда Когда А2 делится на В2 То есть Делимость Внутри орбит Да Элементов одной орбиты На элементы другой орбиты Если вы про два элемента Проверили Что этот делится на этот То как бы Вся эта орбита Делится на всю эту орбиту Любой из этих Делится на любой из этих Здесь 36 вариантов Составить комбинацию И если Один из вариантов Проверить И будет делимость То все остальные 36 вариантов Дадут тоже делимость То есть Есть Понятие Орбита делится на орбиту Оно Корректно определено Но если у нас есть две орбиты, мы можем сказать, что одна делится на другую. Есть, да, внутри орбиты, понятно, каждая на каждой делится в силу вот этих свойств. То есть внутри орбиты все на всех делятся. Но и есть орбиты, на которые делятся все. Это как раз все обратимые. Вот они. Теперь я хочу вам открыть страшный секрет. Что даже в целых числах понятия простого числа нельзя было ввести без предварительной работы, связанной с орбитами. Только здесь в целых числах орбиты они устроены очень просто. Выкинули ноль, а дальше вот так попарно. Ну и ясно, что орбита там 7 минус 7 простая. Орбита 9 минус 9 непростая, потому что она делится на орбиту 3 минус 3. Ну а в целых числах был такой естественный, типичный представитель, который имел знак плюс, и мы его и называли простым числом. Мы минус 7 простой число или нет? Простой, но мы его как бы не любим, мы называем 7 простым. А минус 7 за компанию. Вот, но здесь, видите как, вот с порядком, с плюсами, с минусами, здесь проблема. Мы аксиомы выводили только связанные с аритметикой. Поэтому никакого порядка здесь специального нет. Числа Хейзенштейна уже нет понятия больше или меньше. А все остальное с делимостью все нормально. Поэтому мы не можем выделить какое-то конкретное число, назвать, что вот из каждой орбиты будет один-единственный представитель, вот такой. У нас орбиты идут целиком. И именно про орбиты и надо развивать понятие делимости, основную теорему арифметики и все-все-все следствия, которые из нее существуют. Вот, но я хочу сказать, что это про целые числа тоже были так. Было верно именно это, да? В целых числах, смотрите. Смотрите, что в целых числах происходит. Так, стираю делимость, ладно? Разобрались. Делимость, давайте оставлю определение еще чуть-чуть, пусть повисит. Значит, и так, в целых числах трижды семь – это то же самое, как минус три на минус семь. И никто тут не будет вопить, что это нарушение основной теоремы арифметики, правда? 21 можно представить двумя различными способами, но мы их различными не называем. Мы называем это одинаковыми способами. Вот. Ну, а уж тем более, там минус 21 еще хуже. Здесь хоть можно сослаться, что вот здесь оба числа положительны, но минус 21 – это как ни крути, это либо минус три на семь, либо три на минус семь. И от этой неединственности в целых числах можно уйти только через натуральные. Говорят, что любое натуральное число абсолютно единственным способом раскладывается в произведение простых, с точностью уже до перестановок только. Вот. А здесь нет. Про целые теорема звучит так. В z любое число раскладывается в произведение минус единицы в какой-то степени 0 или 1. А дальше уже произведение представителей. Там 2 в катой, 3 в эльтой, 5 в эльтой и так далее. И вот этот набор коэффициентов, а также здесь 0 или минус единица, однозначно определен. Так обычно говорится про основную теорему арифметики в целых числах. Но мы не можем ее перенести в таком виде, понимаете? Мы не можем. Потому что в z от омега нет вот этих вот специальных представителей. Нужно как-то специально их сочинять. Но это как бы геморрой и непонятно зачем. Поэтому мы сделаем по-другому. Переходя к понятию простых чисел и к основной теореме арифметики, которая нам нужна будет как воздух в этих эйтенштейновских числах послезавтра, переходя к ним, мы сформулируем теорему арифметики в любом кольце. Ну, в некоторых кольцах она будет верна, а в некоторых она будет неверна. Сформулируем так, чтобы она обобщала вот эту и означала ровно то же самое в z, но просто немножко более витиевато. Чтобы у нас не было никаких вот этих вот артефактов того, что мы жили в целых числах. Вот этих артефактов не должно у нас быть. Мы должны их лишиться. Итак, но при этом к абративам мы можем обращаться вполне. Ну, вот я предлагаю так. Основная теорема арифметики в кольце К будет звучать следующим образом. Она не всегда будет верна. В каких-то кольцах она будет верна, в каких-то она не будет верна. Но звучит она так. Пункт А. Любой элемент, кольца К любой элемент представляется в виде произведения простых. Я еще не сказал, что такое простые блин. Но ничего. Давайте вначале сформулируем основные теоремы арифметики, а потом скажу, что такое простые. Итак, любой элемент кольца К представляется в форме Н равно А1, А2, так далее, АР, где все А1, А2, так далее, АР простые. Ну и вот давайте в этот момент я и скажу, что такое простые. То есть делятся, давайте так, то есть их орбита делится только на свою и на орбиту единицы. То есть что такое простое, да? Мы уже договорились о том, что и в числах Эйденштейна, и в принципе в любом коммунитативном кольце может встать вопрос, что такое простое число. Понятно, что любое число делится на все обратимые и на все из своей орбиты. Кстати, есть специальный термин, который я советую запомнить. Ассоциированные. Вот такие, да. Такие АБ называются ассоциированные. То есть ассоциированные числа, это которые делятся друг на друга и тем самым принадлежат одной орбите. Ну и понятно, что абсолютно любой элемент любого кольца делится на все ассоциированные с ним, то есть на все числа его орбиты, а также на все числа орбиты единицы, то есть на все обратимые. Ну и вот мы назовем простым такой элемент, что его орбита делится только на свою и на обратимую. Все. Конспекта материалов, полезных ссылок. В принципе, да. Есть так. Во-первых, есть книга одного любителя математики, который называет, значит, это мой друг и волонтер, его зовут Николай Казимиров, он, значит, волонтер канала Маткульт.Привет. Кстати, если вдруг кто-то из вас не знает, что такое Маткульт.Привет, то это мой канал, на котором эти лекции окажутся через некоторое время, так же и послезавтрашнее, тоже там окажется. Это первая полезность ссылки и материалов. Второе. Есть книга «Архетипы математики», которая лежит в интернете, и, соответственно, можно найти там, где написано числа Эйзенштейна. Там как раз все про великую теорему фирма при n равно 3. Он как раз по моим, но он на самом деле составлял конспекты именно моих лекций, он просто этим занимался. Потом есть у Митии Линского на физтехе какие-то материалы, целый листочек про великую теорему фирма. Вот сколько я уже набрал. А также есть книга Арленд Роузен по теории чисел, классическое введение в современную теорию чисел, которую я читаю всю жизнь. И там теория фирма посвящена некоторым параграфом в 17 главе, но, внимание, там в нем есть ошибка. Я ее когда исправил, я был очень счастлив и стал как раз эту лекцию читать. Это, наверное, единственное место в книге, где реально там есть логический прокол. Вот. Но в целом там доказательства почти такое же, как здесь, только вот без уже, у меня здесь будет без прокола. Надеюсь, надеюсь, что будет без прокола. Вот. Ну вот, соответственно, есть все, что угодно. Есть все, что угодно про это. Вот. Итак, смотрите. Самое естественное, что мы можем сделать, это назвать простым то, которое, соответственно, в такой орбите живет, которое делится только на себя и на орбиту обратимых. Соответственно, обратимые мы не называем простыми, потому что как бы, ну да, ну можно было бы спросить, а орбита обратимых будет простой или нет. Нет, не будет, мы не хотим так. Почему-то мы так не хотим. Мы хотим, чтобы простой был, во-первых, необратимый, а во-вторых, его орбита делилась только на свою орбиту, и на орбиту обратимых. Для кольца Эйзенштейна это сводится к потрясающему определению. Определение. Элемент М плюс Н омега прост в том и только в том случае, когда у него 12 делителей различных. Ровно 12. Вот так вот, ни больше, ни меньше. В целых числах число простое, если у него ровно 4 делителя. В самом деле у тройки 4 делителя. 3, 1, минус 1, минус 3. У единицы всего 2 делителя. 1 и минус 1, поэтому оно непростое. У нуля бесконечное количество делителей, поэтому оно тоже непростое. Видите, сразу же, таким определением сразу же делятся простые. А у 6 очень много делителей. 6, 3, 2, 1, минус 1, минус 2, минус 3, минус 6. Тоже не 4. Поэтому в целых числах можно так определить. В гауссовых там будет тоже свое определение, там 8 делителей. А у нас в числах Эйзенштейна число будет простым тогда и только тогда, когда у него ровно 12 делителей. То есть орбита его и орбита обратимых. Ну и вот теперь мы можем, собственно, завершить формулировку основной теоремы арифметики, которую я доказывать не хочу. В кольце Эйзенштейна она верна, и это связано со стандартными приемами деления с остатком. Но это довольно муторно и не очень интересно, и везде это написано. То есть я сейчас сформулирую и постулативно заявлю, что она имеет место. В числах Эйзенштейна она имеет место. Но доказывать мы ее не будем, мы будем ее пользоваться только. Можете доказать сами, кстати, очень прикольно, если вы сможете доказать ее сами. Через всю эту бодягу проработать, делимость с остатком, главные идеалы. Ну понятно, всю эту дорогу можно здесь пройти. Поехали. Пункт Б. Да, но пункт А, на самом деле, для произвольного кольца совершенно не очевидно, что он вообще должен иметь место. Может быть, мы можем выделять множители, выделять, выделять, и этот процесс никогда не закончится. Просто все более длинные выражения будут задавать число Эйзен, и все еще в них не будут никакие простые участвовать, а будут какие-то участвовать элементы, и все. И так вот до бесконечности идти. Запросто можно придумать в каком-то сложном кольце. Но не в нашем. У нас есть понятие нормы, действительно правильно было сказано, это квадрат модуль, квадрат расстояния от числа до нуля, который при таком разложении будет постепенно понижаться, и в конце концов мы явно упремся уже в дальше неразложимые числа. Но тут должен быть, да, тут должен быть именно вопрос, что на единицу, на и обратимые мы здесь не раскладываем, это именно простые, да, ни одно из них не является обратимым. То есть простые дальше мы разложить уже не можем. Ну, соответственно, следующее утверждение такое. Для любого НСК, если, смотрите, я хочу повыше, да, где-то написать, здесь плохо видно. Давайте я сотру вот эти примеры, целочисленные примеры. И запишу для любого НСК, если Н равно А1, А2, так далее, АР, но одновременно равно В1, В2, так далее, ВС, и эти простые, и эти простые, да, если есть два разложения на простые. Ну что, кто сформулирует, кто попробует сформулировать? Во-первых, давайте я напишу Р равно С, а вот во-вторых, напишите сами, кто сможет правильно сформулировать, что из этого должно следовать. То есть, во-первых, конечно, множество будет одинаково, а во-вторых, ой, что-то страшное пошло, Иван, какие-то кракозябры. Наверное, регистр, да? А, да-да-да-да-да-да-да-да, конечно, да, ну почти, почти. Вот, 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 смотрите, Иван и Евгений дали две половины правильного ответа. Один одну, другой другую. А именно, Иван сказал, что вот эта перестановка вот этих, а Евгений, что эти на одних орбитах лежат. Но мы не обязаны быть уверены, что порядок был правильный, и что эти действительно обязательно перестановка вот этих. Но действительно, после перестановки, после соответствующей перестановки, или можно сказать, существует перестановка, после перестановки, АИТ ассоциировано с соответствующим БЭТом, ЖИТом. Ну, как бы, короче, для любого, после соответствующей перестановки будет каждый ИТ ассоциировано с каждым соответствующим ИТом. Но вот как бы изначально, может быть, что нужно будет их поменять. Именно ассоциировано, на одной орбите лежать. То есть, да, соответственно, отличаться такие произведения могут, во-первых, порядком множителей, а во-вторых, тем, после того, как вы порядок уже установили, что в соответствующих парах друг по другу уже сидят ассоциированные. Ну, а вот эти обратимые, они могут быть напичканы совершенно произвольно. Так, чтобы только произведение обратимых было равно единице. И тогда, и там, и там будет один и тот же результат. Это не возбраняется. Но никакого другого способа построить разные разложения нет. То есть, фактически, разложение, на самом деле, конечно, единственное в том смысле, в который мы можем здесь вложить. Вот. Вот так. Ну и надо, чтобы потом мы продолжили серьезный разговор, я даю одну задачу. Это уже задача такая. Задача. Задача. Нет, две. Задача номер один. Пусть К кольцо с основной теоремой арифметики. То есть, в нем вот эта теорема верна. Я же нигде не говорил, что она верна. Я просто сказал, что на самом деле можно доказать, что она верна в Z от омега. Так вот, пусть К кольцо с от А. Тогда, в частности, Z от омега. Кто хочет, может решать эту задачу в Z от омега, а не в произвольных кольцах. Но все-таки не в Z. Z мало. Нам нужно в Z от омега. Будет воспользоваться результатом того, что я сейчас скажу. Давайте я уже сотру. Вот. Тогда, если А1, А2, АР попарно взаимно просты, что это такое, сами додумайте. Ну, все по аналогии, конечно. По аналогии с обычными целыми. Взаимная простота – это свойство. Не имейте общих делителей, кроме обратимых. Ну, вот я, собственно, и сказал. Если это взаимопростое, и некоторое число B в степени L равно А1 умножить на А2 умножить так далее на АР, то… И вот дальше, ребята, вот дальше хочется написать понятно, что. Что каждый есть L-т степень, но это не совсем верно. Вот допишите. Допишите верный вариант. Это первое. Ну, допишите и докажите. Допишите и докажите. А задача номер два. найти самое маленькое простое число в Z от омега и его орбиту, и нарисовать его орбиту. А что такое самое маленькое? А просто самое короткое, как вектор. Вот это нам понадобится обязательно в среду и то, и другое. Вот. То есть самое короткое. Мы эти числа все-таки можем сравнивать по размеру, но не в таком смысле, как целые, каждый с каждым. А, ну, некоторые будут вроде совершенно разные числа, а размер будет одинаков, да. То есть некоторая характеристика, как и у всех, у комплексного числа, у любого есть длина, да, модуль. А, ну, вот здесь у чисел Эйзенштейна тоже есть длина, модуль, как и у любого комплексного числа. Ну, и упражнение такое, что модуль комплексного числа m плюс n омега на самом деле равен, ну, давайте я все-таки напишу, m квадрат минус mn плюс n квадрат, корень из него. Так как здесь приходится брать корень, то удобнее иметь дело не с модулями, а с квадратами модулей, и этот квадрат модуля называется нормой. Норма всегда целая и положительная. У любого Эйзенштейнового числа, ну, кроме нуля, у нуля норма ноль. Вот. Ну, и самое последнее, что я сегодня скажу, это что, почему, собственно, оно называется вот это кольцо, в котором мы будем решать великую теорему фирма. Почему оно вообще называется Z от омега? С какого бодуна? Почему оно называется Z от омега? Ответ. Есть некий общий прием. Он заключается в том, что если есть какое-то кольцо и какой-то чуждый внешний к нему элемент, который в нем не лежит, но он лежит в каком-то большем кольце, да, то есть у меня есть одно кольцо и другое здоровенное кольцо. И вот посередине, значит, где-то вот между ними болтается элемент альфа. Он здесь, но не здесь. Вот это вот неверно, а вот это верно. То можно построить самое маленькое кольцо, самое, по определению, вот этот значок означает самое маленькое. Кольцо, содержащее все К и дополнительно этот маленький один альфа. То есть мы как бы ввели его в рассмотрение. Он введен извне к нам. Мы договорились его считать частью нашей системы. Как бы подружились. Это новичок. Мы с ним подружились. Но он вместе с собой притащил уже кучу народа. Вот, вот чтобы просто, если взять его и все, то мы не сможем складывать, не сможем умножать. А нужно взять самую маленькую систему, в которой можно будет, будет этот альфа, но можно будет по-прежнему складывать и умножать, как раньше. И вот доказать, что Z от омега – это действительно самое маленькое кольцо по включению. То есть любое кольцо, которое содержит целые числа, а также вот этот вот омега, который мы нарисовали, корень кубический из единицы, обязательно содержит все вот такие M плюс N. Где у меня? Ну уже нигде. M плюс N омега – все вот такие выражения. А они уже образуют кольцо, поэтому уже больше расширять не надо. Минимальное кольцо явно будет именно множеством всех выражений вида M плюс N омега. Поэтому мы и говорим, Z от омега – это множество всех выражений типа M плюс N омега. Ну вот. Ну и вот дальше теперь. Следующее, что мы сделаем. Послезавтра. Это то, что мы рассмотрим вот такое уравнение, где U – это переменная, принимающая любое значение из шести обратимых. То есть это вот либо единица, либо минус единица, либо омега, либо минус омега, либо омега квадрат, либо минус омега квадрат. И докажем, что ни одно из получаемых шести уравнений не имеет решений в Эйзенштейновских ненулевых числах. Или по-другому, на самом деле даже более строго. Мы на самом деле рассмотрели вот такое уравнение от четырех неизвестных, как правильно было сказано вначале кем-то из слушателей, где вот эти XYZ пробегают все ненулевые Эйзенштейновые, а U пробегают все шесть обратимых. И никогда, ни разу не получится так, чтобы было полное равенство. То есть это уравнение неразрешимо при условии, что XYZ ненулевые числа Эйзенштейна, а U – произвольное обратимое число Эйзенштейна. Вот, а следовательно, в частности неразрешимо, и когда подставить здесь единицу, да, и значит неразрешимо и в целых, потому что целые ненулевые – это часть ненулевых Эйзенштейновых. Вот такая логика нас приводит к тому, что мы должны доказать неразрешимость этого уравнения. А ее мы уже докажем некоторым хитрейшим, гениальным приемом бесконечного спуска в колесе Эйзенштейна относительно некоторого параметра. Все. Вопросы, которые могут возникнуть, которые возникли до сих пор. И мы встречаемся после завтра в 10.45. Я думаю, что больше никогда в моей жизни не произойдет такого. Вообще. Все у жестокой злодейки судьбы исчерпаны все вообще козыри. Она их все выложила. Больше у нее их нет. 10.45 – послезавтра. Правда, это будет другой аудитории, да? Но ребятам, видимо, все равно абсолютно. Вопросы? Вроде все понятно. Все понятно. Отлично. Тогда можно попросить, ну, кто хочет, ответьте следующее. Плюс – значит, все понятно. Плюс-минус – более-менее все понятно. Плюс пополам – значит, что-то понятно, а что-то непонятно. Минус плюс означает, блин, я что-то туплю. Или вы, Алексей Владимирович, плохо рассказываете. А минус означает, что я ни хрена не понял. Но очень интересно. Как в интернетах, да, пишут? Ага, вижу, вижу. Спасибо всем за честность. Никаких не будет, никаких карательных операций не будет. Мы ни ОМОН, ни ФСБ. Ой, пардон. Вот, короче, ничего не будет вам за это. Никому ничего не будет. Вот. Отлично. Отлично. Все понял. Ну, значит, тем, кто поставили минусы и минус плюсы, очень советую до послезавтра освежить комплексные числа. Собственно, вот работа будет, ну, как бы, это комплексные числа. На самом деле мы по множественным комплексным чисел работаем, и вот это вот важно, как бы, хорошенько проработать. Вот. Комплексные числа. Ну, и арифметику целых чисел тоже. То есть, я знаю, теперь арифметики повторить. Вот так. Орбиту числа вы определили только для Z от Омега? Нет, для любого, для любого, для любого. В любом кольце можно определить понятие обратимого, это тот, который делит единицу. Это всегда будет группой по умножению, и все кольцо всегда распадается, значит, коммунитивное кольцо всегда будет распадаться вот в такие вот орбиты. Именно делимость всегда будет на три орбиты. То есть, между орбитами. Мы всегда говорим про то, что орбита простая. Не одно число простое, а все орбиты его простые. А оно самое простое, просто как представитель простой орбиты. Поэтому это общая картинка абсолютно для любого кольца коммунитивного с единицей. Так. Еще вопросы? Тогда я пошел учить семиклассников. С тех лицей. Ну что? В задаче 1 от А именно выполняется, да-да-да-да-да-да, пусть кольцо с АТА. То есть, она уже задана, что в ней есть АТА. Вот эта вот теорема утверждается, что это теорема, то есть, это условие, что в К выполняется эта теорема. Тогда надо доказать вот нечто, что нужно еще и выдумать вначале. Выдумать правильную формулировку и доказать ее. Ну и, конечно, да, для особо крутых это проработать доказательства основной теоремы арифметики для Z от Омега. Может быть, даже не самим доказать, а именно проработать, найти в интернете или в книгах. Вот. Мы будем пользоваться основной теоремой арифметики. Очень существенно пользоваться. Самый красивый шаг в конце. такой финишный аккорд будет именно состоять в применении к некоторому выражению основной теоремы арифметики. А еще подумайте, почему именно Z от Омега? Почему вот это связано с Z от Омега? Вот. Но это для Коппинов. Ну что, всем пока! Всем до встречи на следующей лекции!